Казахстанцам стало невыгодно расплачиваться банковской картой. Во многих торговых точках за безналичный расчет взимают дополнительные проценты. Проще говоря, один и тот же товар продают по разным ценам. И тем, кто предпочитает расплачиваться картой, он обходится дороже. С чем это связано и насколько законно, разбиралась Ардак Камал. В нашу редакцию обратились зрители с жалобами. Они уверяют, что в аптеках, магазинах и других торговых точках им приходится переплачивать за безналичный расчет. Так ли это на самом деле, мы решили проверить, сделав эксперимент. Пройдемте с нами в одну из аптек города. А если с карты, получается, я переплачиваю или как? За 5%. Почему? Потому что у нас скидка идет. 380, а если карты, сколько будет? 300. Никто не возмущается? Платят карты? Возмущается, не возмущается. Такие правила, что поделать? Это законно, да? Конечно. Это действительно оказалось правдой. К примеру, за это лекарство я расплатилась карты, и с меня взяли дополнительные 5%. Если бы я заплатила наличными, то смогла бы сэкономить. Чтобы узнать, насколько это законно, мы обратились в департамент гостоходов. Там ответили, что вопрос должен контролировать Национальный банк. Финрегуляторы перенаправили в Комитет по регулированию естественных монополий. Те посчитали, что контроль цен – обязанность Комитета по защите прав потребителей. Найти концы невозможно. Пришлось переадресовать вопрос Министерству финансов и снова в Национальный банк. Возмущенные люди тоже остаются один на один со своей проблемой в этом замкнутом кругу. В рамках нашего закона о платежах платежной системы предусмотрена такая норма, где субъекты торговой деятельности обязаны не превышать цены, не зависимости от способа оплаты. В законодательстве запрещено завышение, а в отношении них конкретные меры принимают их некомпетентный орган, который рассматривают. В данном случае это является Министерством национальной экономике. Позже налоговики признали, что не проверяют представителей малого и среднего бизнеса. Значит, предприниматели могут безнаказанно ставить двойные цены. Сами продавцы признаются, что условия диктует рынок. За оплату картой банки взымают свои проценты. Чтобы не терять прибыль, они делают наценку. Хотя это действует против программы цифровизации, которую активно внедряют во всех регионах страны.